Сохраняя давние традиции, в воинской части 66-97 продолжается ряд мероприятий по сохранению культуры и традиций казахского народа. Сегодня Совет Матерей Ассамблеи Народа Казахстана и Совет Женщин в воинской части объединились, чтобы отдать дань уважения многовековым традициям. Подробности в следующем сюжете. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В воинской части 66-97 проходят службу порядка нескольких десятков. Среди них Жанар Ибрагимова. Сегодня она вносит свой вклад в сохранение казахской культуры и обучает государственному языку молодых офицеров. А также отмечает, что служба в Национальной гвардии – большая ответственность, которая требует профессионализма. На службу в Национальную гвардию Республики Казахстан я заступила в 2002 году. Наша работа не делится на женскую и мужскую. Мы все проходим военную подготовку, выполняем специальные задания. Но стоит отметить, что при Национальной гвардии действует Совет Женщин, основная цель которого – не только поддержать традиции, но и принимать участие в воспитании подрастающего поколения. Мы с особым трепетом ждём каждый праздник и с удовольствием участвуем в организации мероприятий. В мероприятии принимают участие члены Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, представители партии Аманат, а также молодые военнослужащие. Каждый желает отдать дань уважения традициям, соприкоснуться с историей народа и узнать для себя что-то новое. В этом году воинская часть 6697 и Центр развития языков Кустанайской области заключили меморандум. Наши военнослужащие смогут больше и глубже изучать государственный язык. Здесь уже проходят уроки, а слушатели делают первые успехи. В то же время очень важно сохранять традиции и обычаи, не забывая о семейных ценностях. Из года в год Национальная гвардия пополняется молодыми и перспективными кадрами, отмечают представители воинской части. Отрадно и то, что среди военнослужащих немало представительниц прекрасного пола. Они на деле доказывают, как профессионально обращаются с оружием, демонстрируют свои знания в воинском мастерстве, отличную физическую и спортивную подготовку.